Всем привет! Вы на канале Типикал Моделинг, а значит сейчас вас ждет новая порция новостей сплетен в мире моды. Нажимай на колокольчик и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Готовы? Тогда поехали! Последнее время фашин индустрия настолько изменилась, что кажется от прежних стандартов 90-х не осталось и следа. На пике популярности новый вид моделей. Дизайнеры и модные дома буквально сходят по ним с ума. Уж кажется, все бренды хотя бы в одном кампейне или шоу использовали именно такую модель. Догадались, о чем пойдет сегодня речь? Да, это модели-трансгендеры. Что вы думаете о них? Как относитесь к таким метаморфозам? Обязательно делитесь своими комментариями на эту тему. А тем временем мы расскажем вам о пятерке самых популярных девушек, о которых вы наверняка мало что знаете. Теодора Тедди Куинливан. Не уверена, что вы слышали это имя, но вы точно видели ее лицо в бьюти-компейне Шанель. Лишь спустя два года успешной карьеры девушка наконец решила признаться широкой публике о том, что раньше она была мужчиной. Уверены, ей далось это очень сложно. Тедди родилась и выросла в Бостоне, и еще с самого детства чувствовала себя запертой в чужом теле. И даже не подозревала о других людях со схожей проблемой. В школе над ней все издевались, и даже директор говорил о том, что ей бы в пору одеваться как нормальный мальчик. Однажды в школе, когда после занятий спортом я переодевалась в мужской раздевалке в самом уголке, потому что только там я чувствовала себя в безопасности, зашел один парень и в деталях описал мне, как он выбьет из меня пидора, рассказывала Тедди в одном из интервью. Только в 16 лет юная Теодора решилась на откровенный разговор с мамой и начала принимать гормональные средства, тем самым запустив процесс своего перевоплощения. Мама поддержала ее и помогла найти лучших врачей, чтобы осуществить операцию. Отец, по словам Тедди, не сразу принял ее выбор, но его отношение изменилось, когда он увидел, что в роли женщины Тедди чувствует себя комфортнее. Путь на подиум красотки открыл креативный директор Луи Виттон Николи Агескиер. Именно он заметил молодую девушку и предложил ей сотрудничество с брендом, который в 2016 году подписал с моделью эксклюзивный контракт. До этого случая Теодора не воспринимала моделинг всерьез, и сначала думала об окончании школы, но случайная встреча оказалась мощным толчком к началу успешной карьеры. На сегодняшний день Тедди уже успела посотрудничать с такими брендами, как Сан-Тлоран, Диор, Хлоуэл, Луи Виттон, Пак Рабан и многими другими, а также является активисткой ЛГБТ-сообщества. А в 2017 году ее признали самой яркой моделью недели моды в Нью-Йорк. На данный момент в интернете сложно найти снимки девушки до перевоплощения, но сама модель охотно делится детскими фотографиями в маминых нарядах и туфлях. А что знаете вы о Теодоре Куин-Ливан? Делитесь вашими мыслями и интересными фактами из ее жизни. Хантер Шафер, наверняка известная многим актрисой сериала «Айфория». Родилась в 1999 году в Северной Каролине в семье пастора в Ресвитерианской церкви. Как и все подростки, она имела проблемы с самоидентификацией, но уже в достаточно раннем возрасте осознала, что является девочкой, заключенной в теле парня. Чтобы справиться с этой серьезной проблемой, Хантер понадобилась помощь психотерапевта. Однако даже его пришлось переубеждать в собственной правоте. Врач до последнего отрицал необходимость приема гормональных препаратов. Во многом благодаря своей семье, которую впоследствии модель называла «очень открытой», она добилась своей цели. С самого детства девочка проявляла интерес к искусству и даже рисовала эскизы одежды. С началом развития соцсетей стала вести свой блог. Именно там ее работа заметила создатель сайта ОМОДе, стайл руки Тайвик Геррисон. И проекты Хантер стали регулярно появляться на ее страницах. Не утеряв интерес к изобразительному искусству, Шафер окончила школу искусств. И именно там, на последних курсах, фотограф университета предложил ей обратиться в модельное агентство. Хантер последовала его совету и не прогадала. В этом же году заключила контракт с мировым гигантом агентством «Элит». И на свою первую зарплату купила билеты в Нью-Йорк, чтобы продолжить карьеру в самой главной модной столице. Совсем скоро девушка стала появляться на подиумах, а следом посыпались предложения на съемки главных журналов. Абсолютный успех принесла модели сотрудничества с брендом Томми Хилфигер, дизайнером Марком Джейкобсом и Риком Оуэнсом. Из неуверенного замкнутого мальчишки Шафер превратилась в успешную модель, а благодаря своим заслугам заняла почетное место в списке Teen Walk 21 Under 21 и даже приняла участие в интервью с Хилари Клинтон. Как вам такое перевоплощение? Индия Мур родилась в Нью-Йорке в 1995 году в семье Пуэртоританки и уроженца Карибских островов. На сегодняшний день известно очень мало фактов о детстве девушки, ведь она тщательно скрывает факты о своей семье и раннем детстве. Однако в возрасте 14 лет Индия была вынуждена покинуть родной дом в связи с острой трансфобией родителей, ведь они напрочь отказывались принимать половую прианлежность своего сына. Мур предстоял долгий путь в нескольких приемных семьях и приютах, ведь она была очень сложным подростком. А уже в 10 классе ей пришлось покинуть школу из-за непрекращающихся издевательств одноклассников. В 15 лет Индия Мур поняла, что не хочет относить себя ни к мужчинам, ни к женщинам, и начала поиск своего «я», занявшись модельной карьерой. В этот период она начала сниматься для своих друзей и знакомых. Совсем скоро юную модель стали замечать бренды, а с развитием соцсетей личный блок модели принес ей большую популярность. В воле судьбы она попала в массовку телесериала «Отжиг». Ее заметил танцор Хасиэ Гутирес Экстраваганзе, который увидел в Индии Мур бесподобные актерские данные. Он организовал специальное прослушивание в фильм «Субботняя церковь», после чего Мур удачно сыграла в данной картине. Прочно закрепившись в голливудском шоу-бизнесе после ряда удачных актерских работ, Индия попала на неделю моды в Нью-Йорке, сделав показ Левитон, снявшись в компейне «Келлин Кляйн» «Майк Элвинс». Она удостоилась чести стать первой трансгендерной моделью, снявшейся для обложки журнала «Эль». А по статистике журнала «Тайм» входит список 100 самых влиятельных людей 2018 года. Свои успехи на модельном и актерском поприще Индия использует во благо. Она призналась, что хочет быть социально полезной и помочь обществу принять трансженщин, а также людей с гендерной вариативностью. Ну что, не устали еще от такого потока информации? Уже успели выбрать наиболее интересную вам модель? Скорее пишите в комментариях, какая из девушек вам понравилась больше и почему. А пока мы расскажем вам еще одну не менее интересную историю о девушке, которая из ассистента-стилиста превратилась в музу Живанши. Леандра Череза, сын известного бразильского футболиста Тонини Череза и очень религиозной матери-католички, никто иной, как известная модель Леа Ти. Как и все трансгендеры, еще с раннего детства она чувствовала себя не в своей тарелке, осознавая непохожесть с остальными детьми и неприятием своей индивидуальности. Она находилась в постоянной борьбе между собой и окружающим миром, боясь смириться с правдой и начать жизнь как женщина. Все же в 2008 году она решилась на гормонотерапию и призналась всем своей половой идентификацией. Далее последовали долгие годы подготовки и, конечно же, операция по смене пола. Сама девушка позже признается в интервью, что всегда любила животных и хотела быть ветеринаром. Но встреча с Рикардо Тиши предрекла ей другую судьбу. В течение двух сезонов Леа работала с Рикардо. Она была другом, компаньоном и ассистентом Тиши. Конечно, амбициозный директор модного дома сделал для своей подруги все, что смог. И в ближайшее время она стала как бы неотъемлемой частью Джованши, появившись во многих изданиях, фотосессиях и модных мероприятиях. Так стирающая грань между гендерными различиями Леа стала настоящей подходящей звездой. Самый, пожалуй, известный в интернете снимок Леа Ти – это фото, где она целуется с Кейт Мосс. Снимок появился на обложке журнала Love Magazine в 2011 году. Также Леа появилась на страницах Interview Magazine, Vogue Paris, Cover Magazine, Hercules Magazine и нескольких других изданий. Кстати, Models.com отдал ей 42 место в своем рейтинге 50 лучших моделей. Вы не раз видели ее в различных кампейнах и на страницах журналов, но даже не подозревали, что это мог бы быть мужчина. Или, быть может, вы уже слышали о ней раньше? Пишите в комментариях, что еще вам известно об этой модели и как вы относитесь к ее перевоплощению. Ну вот и добрались до самого вкусного. Доверяй и проверяй. Хотелось бы представить эту модель именно так, ведь даже ее агент многие годы и не догадывался о прошлом девушке. Джейна Рассера из филипинского мальчика превратилась в известную модель нижнего белья. Глядя на ее детские фото, вы бы вряд ли предположили такой исход. Дело в том, что на Филиппинах транссексуальность считается вполне нормальным проявлением половой принадлежности. Поэтому уже в 15 лет Джина приняла участие в конкурсе красоты трансгендеров, где заняла второе место. Так, выиграв еще несколько конкурсов, она накопила денег на гормонотерапию и билеты в Нью-Йорк, где в последующем ей сделали операцию по смене пола. А уже в 21 год девушка успешно рекламировала купальники и нижнее белье в главной модной столице мира. В августе 2019 года Джина стала девушкой месяца журнала Playboy, тем самым став первой моделью трансгендером из азиатского Тихоокеанского региона, попавшей в культовый журнал. Быть частью культовой семьи Playboy, которая давно выступает за свободу и индивидуальность, это то, что я принимаю с большой ответственностью, отметила Джина в одном из интервью. За время своей карьеры она успела посотрудничать с рядом модных брендов, сняться для обложки Harper's Bazaar India, а также в клипе The Weeknd The Knowing. Может, там вы и видели эту азиатскую красотку? Наверняка она вам запомнилась. Узнали что-то новое для себя? Чья история зацепила вас больше всего? Расскажи друзьям о новом видео, чтобы было с кем поделиться сплетнями, и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами был Типикал Моделинг. Все новости модного мира в одном канале. Ищи нас в Инстаграме, Телеграме и Вконтакте. See you soon! Звук писали на студии звукозаписи от Орва. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok